Здравствуйте, друзья! Здесь открываемся. Сейчас я покажу, как использовать стоп-заявку для того, чтобы получить хорошую цену. Ты хоть сам-то понял, что сказал? Итак, смотрите. Я уже посмотрел на Финвизе, что нефть сейчас скакнет. На закрытии она была 23 доллара за баррель. Сейчас она скакнет до 25.75. Что я делаю? Я беру и... Ой, уже открылись. Я взял и поставил две стоп-заявки. Смотрите, вот они. Одна стоп-заявка – это Take Profit и Stop Limit. Но там на самом деле Stop Limit. То есть Stop Limit – это заявка, которая ограничивает. Но я хочу купить, когда цена... Вот сейчас текущая цена была ниже, чем прошлая. И я знаю, что она скакнет. Я ставлю Stop Limit. Я поставил Stop Limit. Стоп-цена 24.37. Вот смотрите, что было. Купить нефть, если цена превысит 24 доллара за баррель. Я уже знаю, что она превысит. По цене 27 долларов. Почему 27? Потому что цена будет лучшая в стакане. Количество заявок 6 штук. Как я проверил 6 штук, здесь тоже очень важно. Смотрите, почему 27? Потому что цена должна быть в стакане такая, что... Ну, такая цена будет в стакане. Наверняка. Это, во-первых. И, во-вторых, это должна быть выше, чем лучшая цена в стакане. Потому что брокер автоматически делает Stop-заявку, выполняет по... Вернее, не Stop-заявку, а лимитированную заявку выполняет по лучшей цене в стакане. То есть, если я хочу купить по 27, а есть люди, которые желают продать... Ну, сейчас я вам скажу, поскольку по 25,8, то я куплю по 25,8. Не по 27, а по 25,8. Вот я это сделал. Вот давайте посмотрим. Вот он стакан. Вы видите, да? Текущая цена 25,50, а я купил по, я уже сказал, 25,8. И еще две заявки исполнилось по 25,64. Ничего страшного в этом нет, на самом деле. Потому что это все в рамках опционной стратегии. Дело в том, что у меня опционная стратегия, она заряжена, ну, сейчас скорее на падение нефти, чем на рост. И поэтому для того, чтобы захеджировать эту позицию, я сделал вот такой финт на открытии, чтобы захеджировать свою позицию. Больше ничего. У меня уже куплены опционы Call со страйком 29. То есть они дадут максимум, когда цена вырастет до 29. И дождусь я этого или нет, я не знаю. Вот посмотрите, что будет, если цена будет 29 и выше. Вот оно, 29. И где-то здесь, вот начиная отсюда, мои денежки начнут расти. Ну, а для того, чтобы это захеджировать, я сделал вот так. Вот текущая позиция у меня вот такая. И в результате у меня вот оно, так сказать, пошло в плюс, вместо того, чтобы идти минус на росте, потому что у меня были проданы какие опционы. Ну, 25-е опционы были проданы. 26-е опционы тоже проданы, но до 26-го еще не дошли. Но они уже начинают приносить убытки, поэтому я захеджировал эти опционы. Если кому-то непонятно то, что я сейчас сказал, то, ну, это не страшно на самом деле, потому что это понимают все люди, которые занимаются на курсе по опционам. А про стоп заявки поняли все люди, которые прошли курс биржи для чайников. Ну, а если вы не прошли курс биржи для чайников или курс по опционам, вы можете это сделать прямо сейчас. Ссылочку вы увидите либо в описании, либо вон там, биржа для чайников. И сейчас все это в комплексе стоит, ну, вместе 15 тысяч рублей. Если вас не интересует биржа для чайников, то только курс по опционам все равно 15 тысяч рублей. Так что курс биржи для чайников, вы при этом получите бесплатно там все о том, как выполнять вот эти стоп заявки, как сделать так, чтобы они не проскальзывали. Вот я это показал тем людям, которые понимают, они поняли, о чем речь. Если вы не поняли, пройдите курс биржи для чайников, вы поймете, как на этом зарабатывать. Вот такая информация. И для тех, кто проходит курс, у меня есть поддержка в чате, потому что многие люди спрашивают. Ну, вот я тут не понял, я там не понял. Поддержка в чате. Буквально вчера вот я связывался с Искандером из Санкт-Петербурга и объяснял ему, что вот какие-то вещи. И сейчас в чате вот я объясняю человеку о том, что... И прямо сейчас я отвечаю ему просто, человеку, который изучает курс биржи для чайников. Очень-очень въедливо. Ну, у него ник Мальборо. Вот. Он спрашивает, говорит, ну, стоп-лимит, это же только для того, чтобы ограничить убытки? Нет. Вы видели прямо сейчас, что стоп-лимит можно для того, чтобы купить актив в случае, если он пробил уровень сопротивления. Без стоп-лимита у вас это не получится отложенной заявкой сделать. Еще раз, стоп-лимит позволяет купить актив в случае, если он пробил уровень сопротивления или поддержки. Вот так. Ну, а сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за внимание. Оставайтесь, у меня будет много полезного. До встречи. С вами был Демитков Юрьев. С вами был Демитков Юрьев.